Когда мы говорим про регистрацию, например, коммерческого сектора, фирмы, ИП и многие другие формы, ООО, ОАО и есть определенные другие еще формы объединения, мы понимаем, что здесь четко наведен порядок с точки зрения восприятия и прозрачности действий. Это две недели и есть конкретное понимание набора документов, которые для этого необходимы. Когда мы говорим про регистрацию, например, фонда или какого-то другого некоммерческого объединения, это в среднем по стране у нас уходит три месяца. И не все до конца, скажем так, ясно с точки зрения отказа. Есть большое внимание государства с точки зрения работы гражданских активистов в виде юридических оформлений и форм такого юридического контакта с государством. Надо говорить о процессах упрощения, в том числе, наверное, и о каких-то понижениях в вопросах, связанных с пошлинами. Потому что, когда мы говорим о вопросе, связанной с регистрацией, сегодня с НКО берут по полной, скажем так, по верхней планке. Вот тема с упрощением регистрации, мне кажется, что вот еще чуть-чуть ее сдвинуть, и все получится. А то, что она актуальна и важна, это мы действительно все с вами видим. И мы видим тот же международный опыт, когда во многих странах зарегистрировать некоммерческую организацию, просто можно сделать, можно путем посыла СМС-сообщения. Просто взял, послал там на определенный портал СМС-сообщения, перевел какую-то совершенно смешную, символическую там пошлину или плату за это, и все, организация твоя зарегистрирована. У нас же это превращается порой в какой-то совершенно невозможный процесс. По рынку процесс регистрации фирмы, сколько стоит по деньгам и сколько стоит зарегистрировать фонд или некоммерческий сектор, местами эта цена отличается вверх для НКО в три раз больше, чем зарегистрировать обычную фирму. Потому как юристы прекрасно понимают, это в три раз сложнее, как минимум.